В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел личный прием граждан. Часть работ будет профинансирована в 27-м. В 27-м эти два проекта, канализацию... Профинансировано и исполнено это одновременно? Конечно. Ярмарку кинотеатра «Искра» ждет своих покупателей. Ярмарка веселая. Все изобилие, аж это придает праздничное настроение. Во дворце спорта Видное состоялась борьба за место в плей-офф между «Спарта-НТК» и «Самарой». У нас турнирная задача выполнена. Мы в «Восьмерку» скорее всего попадем. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел личный прием граждан. Обращения жителей в основном касались организации парковочных мест в новых жилых микрорайонах, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Жители деревни Трущево обратились к главе Ленинского городского округа Станиславу Катарову с несколькими вопросами. Один из них – проблема с электроснабжением в населенном пункте. Ранее были большие перебои напряжения. Сейчас подача электричества восстановлена, но частично. В некоторых домах ситуация остается нерешенной. Как-то локально сделано, а вот, допустим, у меня, как было, напряжение падает до 197, техника выходит из строя и все прочее. То есть в некоторых местах сделали, я не знаю, может, это процесс такой идет, у них там какая-то дорожная карта у энергетиков запланирована. Расскажу. Да-да-да. Может быть так, если тенденция идет положительной, то это очень хорошо. В некоторых местах мы что делали? Допустим, на одной из линий нагружено огромное количество абонентов. И до конца напряжение уже доходит у нас с просадкой. Что делали? В таких случаях на этой линии, в начале этой линии абонентов оставляли, дальше, докуда нормальное напряжение, дальше отрубали линию и ввели новую, но новых подключали к этой линии только тех, кого отключили. Понимаете, да? То есть распараллеливали эту историю. Также были рассмотрены темы об устройстве дорог и централизованного водоотведения. Отсутствующего на данной территории. Станислав Катаров вместе со своим заместителем по вопросам ЖКХ Татьяной Каляминой подробно рассказали жителям о государственной программе, в рамках которой предусмотрено строительство инженерных сетей и оборудование канализации в деревне Трычево. Часть будет сделана этих работ в 26-м году, профинансирована. Часть работ будет профинансирована в 27-м. В 27-м эти два проекта канализации... Профинансировано и исполнено это одно время? Конечно. Пока не исполнено, не профинансировано. Мы деньги даем только после выполнения работы. Еще одна тема, волнующая жителей деревни – две частные парковки, расположенные у жилых домов и создающие большие неудобства местному населению. Против всех законов, значит против всех норм, значит она сделана на землях ЛПХ. Они как-то выведены, но я не знаю по закону. Учитывая, что размещение стоянок запрещено вблизи жилых домов и правообладатели участков не отреагировали на выданные в рамках муниципального земельного контроля предостережения, в адрес правового управления было подано исковое заявление и готовятся документы для обращения в суд. Обращаемся и говорим о том, что закрываем функционирование этой парковки в связи с нарушениями. А дальше пусть коллеги, которые ее эксплуатируют, идут в суд. И с другой стороны, не мы будем ждать, а они пусть ждут, пока они докажут. Докажут – это другая история. Но почему-то мне кажется, что не докажут. Еще к главе обратились жители улицы Завидная с предложением по расширению парковок в микрорайоне. Дополнительно посмотрим, что можно еще сделать, где нарезать какие парковочные места, чтобы сразу снять эту проблематику. Но решая проблемы с парковочными местами, наши жители говорят о том, что здесь необходимо создавать еще и тротуары, чтобы можно было качественно здесь проводить время. В ходе приема также обсудили благоустройство придомовых территорий в городе Видное и мероприятие по очистке водных объектов в муниципалитете. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе на постоянной основе проводят профилактические рейды на железнодорожных платформах с целью снижения несчастных случаев на путях. Одно из таких мероприятий провели на станции Расторгуева. Начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа совместно с сотрудниками полиции и представителями казачьего общества напомнили пассажирам о правилах поведения на железной дороге. Нахождение на железнодорожной инфраструктуре требует внимания и определенных правил. То есть нельзя прыгать с платформы, переходить пути в неположенном месте. Самое распространенное нарушение, которое совершают люди на железнодорожных путях, это переход в неустановленном месте. Платформа Расторгуева оборудована наземными пешеходными переходами, благодаря которым можно безопасно перейти железную дорогу. Вот наверху у нас есть мост, например, как можно пройти. Там же есть наверху мост. Внизу нельзя прибегать, потому что тебя могут убить. Все, поезда проезжающие. Необходимо помнить, что железная дорога – это место повышенной опасности, на котором из-за невнимательности и безответственности можно поклотиться жизнью. Под оглушительный рев мотора в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу. Один из самых зрелищных и азартных видов спорта. С каждым годом становится все популярнее. Растет число его поклонников, среди которых и наша съемочная группа. Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей мотокросса. Организаторами соревнований традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Винновское казачье общество и мотоклуб «Юность». Заезды посвящены памяти тренера Владимира Золотарева. Сегодня здесь присутствуют и его дети, и внуки, и уже даже правнуки. Присутствует большое количество спортсменов, которые Владимир Николаевич подготовил. Это чемпионы и Советского Союза, и международных соревнований. Это очень важное такое родом мероприятие, когда все могут вспомнить, кем был этот человек, сколько он сделал для нашей родной видновской земли. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Николаевича Золотарева, чей премьер вдохновил на занятия этим видом спорта. А среди зрителей также воспитанники легендарного тренера, чемпионы СССР и России. Он был моим вторым отцом в плане того, что он воспитывал добрый, веселый, и никогда, скажем так, не повышал голос, подсказывал много, рассказывал. То есть, ну, благодаря ему, скажем так, мы вот лидировали в СССР. Зимние соревнования традиционно сложные. Скользкая и заснеженная трасса непредсказуема на каждом повороте. Настоящий экстрим, признается звезда мотокросса Иван Здаронок. Сегодня, как и практически всегда, воспитаннику клуба «Юность» удалось стать самым быстрым. По старту ехал плохо, но доехал на первое место. Было тяжело побороться, там с круговыми вмешались. Ну, а так все нормально, трасса тоже, погода сегодня не холодная на улице. Среди участников заездов немалая представительница прекрасного пола Валерия Романенко. Всего 12, но уже несколько лет она настоящий фанат мотокросса. За плечами у юной байкерши и спортивной семьи немало побед, в том числе и у мальчишек. Ну, у меня сначала занимался папа мотокроссом, потом сестра. Мне понравилось, как они занимаются, и мне захотелось. Я хочу дальше заниматься, выигрывать, получать первые места. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в мотоклубе «Юность». Именно здесь растят будущих королей дорог. Екатерина Говаленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во дворце «Спортовидное» состоялась борьба за место в плей-офф между «Спарты НК» и «Самарой». Напряженная игра держала зрителей до самого конца. Дополнительная пятиминутка в конце матча стала решающей. За разгорающимися баталиями следила Инга Инчук. На площадке встретились соседи по турнирной таблице. На этот раз соперником «Спарты НК» стала команда из Самары. Видновчанки уже выполнили спортивные задачи на сезон, но очередная победа будет не лишней. У нас турнирная задача выполнена, мы в восьмерку, скорее всего, попадем. А дальше нужно готовиться уже через эти игры, развивать игроков, готовиться к играм плей-офф. К концу первой половины матча команде из Самары удалось выйти вперед со счетом 41-28. В большом перерыве видновчанки обсуждали с тренером дальнейшую тактику, а трибуны поддерживали хозяек площадки. За кого болеете? Завидное. За «Спарту НК». За «Спарту НК». Чего бы вы могли пожелать команде в сегодняшнем матче? Ну, собраться получше и выиграть. Нужна победа, тем более всем Самара такой сложный соперник, она хороший бой отдала. Да, не может быть выше чемпионата, но это ничего не значит, всегда продолжается. Конечно же, удачи, большой победы. Я думаю, мы выиграем. Во второй половине матча «Спарти НК» удалось вырваться вперед на 12 очков. Но Самара в конце третьей четверти сравняла показатели, добившись счета 46-46. По итогам основного времени команды вышли на боевую ничью. Но в овертайме самарчанки смогли вырвать победу. Матч окончился со счетом 72-77 в пользу команды с берегов Волги. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В центре города «Видное» рядом с кинотеатром «Искра» продолжает работать ярмарка товаров из регионов России. Она уже знакома многим жителям города разнообразием своей продукции. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Ярмарка около кинотеатра «Искра» радует и удивляет местных жителей не только качественными товарами, но и доброжелательными продавцами, которые всегда помогут сделать правильный выбор. Эта ярмарка славится уникальными фермерскими продуктами, вкус которых смогут оценить по достоинству даже гурманы. У нас смоленские колбасы фермерские. Настоящее домашнее деревенское сало. Не то, что продается в магазинах, а именно настоящее деревенское. Шкурка мягкая на каждом куске. И мы приводим еще, ребят, посмотрите, деревенскую вот такую вот домашнюю запеченную свиную грудинушку. Мы ее запекаем в коньячной заливке в медовой основе. Немоверно вкусный продукт. У продавщицы Эли Рустамовой на прилавке лежат крупные и зрелые плоды граната из разных стран. Они идеально подойдут для салатов, горячих блюд и десертов. Рубиновые, хрустящие и сочные зерна могут служить для украшения еды при сервировке блюда. А свежевыжатый сок станет прекрасным дополнением к гастрономическим шедеврам. Торгуем гранатами и гранатовым соком свежевыжатый. Выжимаем сами. Гранаты привезли. Сирийские гранаты есть, узбекские гранаты есть, азербайджанские гранаты есть. Сейчас в основном торгуем узбекскими гранатами. Для того, чтобы покупатели могли получить удовольствие от посещения ярмарки и зарядиться положительными эмоциями, для них выступает музыкальный коллектив. Амякие пуховые, а варшки у ней! Амякие пуховые, а варшки у ей! Сегодня очень весело на ярмарке. Вот ансамбль, который выступал, придает какое-то настроение хорошее, весеннее. Поэтому приятно проходить, когда такая хорошая обстановка на ярмарке. Ну и товар приятно, что люди приехали, помогают нам. Это все очень приятно. Так что спасибо всем, кто это организует. Помимо продуктов, на ярмарке продают товары для дома, аксессуары, текстиль, женскую, мужскую и детскую одежду, а также многое другое. Головные уборы, шапочки, все как бы красивое, производство разное. Но больше всего, конечно, нашего производства. Вот здесь Москва, наши карапузики, Воронеж, есть турецкие, есть Китай фабричный. Любой вкус. Уличные ярмарки всегда пользуются спросом у жителей города. Многие из посетителей уже стали постоянными покупателями. Ярмарка веселая. Все изобилие. Это придает праздничное настроение весеннее и солнечный день. И это, как говорится, очень хорошо и приятно пройтись под такой ярмарки. Ярмарка товаров из регионов России около кинотеатра «Искра» будет и дальше радовать своих покупателей богатым ассортиментом продукции. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова